Для этой прекрасной игры сегодня здесь решающая стадия париматч суперлиги, чемпионата париматч суперлиги, в которой осталось 4 всего лишь участника полуфинала и финала шести. То есть две команды уже отсеялись, остались сильнейшие из сильнейших, потому что среди отсеившихся оказался Казанский «Зенит». Впервые за много лет команда останется без медали. Вот такие вот повороты сюжета. И тут уж не спишешь на ковид, хотя, конечно, изрядно накосячил он в этом году и в этом сезоне. И ряд матчей был сыгран не так, ряд матчей был сыгран не тогда, но тем не менее сейчас все продвигается к кульминации. Помните, как у Пушкина я приближался к месту моего назначения. Место назначения – волейбольная арена «Динамо». Пункт назначения, если хотите, золотые и прочие медали чемпионата России по волейболу. Париматч суперлига. И сегодня состоятся два полуфинальных матча. Первым из них, которые мы и будем с вами смотреть. Кемеровский «Кузбасс» сыграет против питерского «Зенита». Нам как раз представляют состав питерской команды, которая была одним из драйверов, если хотите, этого сложного сезона. В финале кубка «ЕКВ» играла с московским «Динамо». В общем, набрала неплохой ход. Вот как знать, если бы смог принять участие во всех этих матчах Виктор Полетаев, диагональный из «Зенита» и сборной России. Может, и результат был бы еще более впечатляющим. Ну и представляют нам эту команду, которую возглавляет Томас Самилво. Это одна из главных интриг сегодняшней встречи. Потому что вместе с «Кузбассом» Самилво, равно как, кстати, и Полетаев, стал чемпионом России. Это была сенсация. Мега масштаба. Но вот сегодня «Кузбасс» тоже продолжает борьбу за медали. Уже под руководством олимпийского чемпиона Алексея Вербова. И это уже его команда и плод его волейбольного таланта. Пока вы видите составы с любопытной статистикой. Ну, конечно, многие из участников сегодняшнего матча находятся в верхних частях списков лучших бомбардиров, лучших подающих, лучших блокирующих и так далее. Лучших принимающих, разумеется. Зенит, Полетаев сегодня в старте. Но я должен сказать, что в двух предыдущих матчах в одном из них он не играл вовсе, а в другом выходил на замену. Точно так же, как Орел Камеха. Я ведь и о нем еще не упомянул. Который вот именно в финале шести в групповом турнире, на групповой стадии был одним из лидеров своей команды. То есть набирал значительное количество очков. Мы на этом еще остановимся чуть позже. И его не хватало, конечно, очень команде. Но сегодня она во всеоружии. И та команда на групповой стадии проиграла московскому Динамо. Динамо, но как знать, что будет, если, конечно, будет в финале. Впрочем, об этом мы узнаем через, не знаю, через сколько времени. Наверное, через пару часов, так скажем. А теперь игра началась. И началась с блестательного пайпа в исполнении Александра Маркина. С задней линии вылетел он. И когда уже блокирующий облок-то у «Зенита» прекрасный. И Иван Яковлев один из лучших по всем статистическим показателям. Тем не менее удалось его обмануть Игорю Кобзарю и Александру Маркину. Ну а теперь ответ. Первый темп. Первый темп. И здесь Дмитрий Пашицкий. Яковлев, кстати, чуть позже на площадке появится. Сейчас на передней линии именно Пашицкий играет. И еще один первый темп. И два очка подряд набирает Пашицкий. Яковлев, вот и он. Играет. 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 Пашицкий отправился подавать. И не разобрались. Зайцев с Алексеем Обмачаевым. Тоже, кстати, олимпийским чемпионом. Не разобрались, кто должен принимать. В итоге простой ученей из Пашицкого. Три очка. На старте набирает он. А вот здесь блок смягчает. И придется еще раз постараться. Кузбассу. Не слишком удачная передача. Брейковый очко у Зенита. Который выходит вперед тем самым. Пашицкий остается на линии. Подавал, кстати, его Обмачаева опять. Здорово работает блок. Особенно против сильных ударов неплохо действует блокирующий «Динамо». Но Евгений Сиважелес решил, что лучше хитростью взять. И таким не очень сильным ударом, накатом отправил мяч в никем не охраняемую часть площадки. Кстати, Сиважелес очень здорово себя проявил в предыдущих матчах. 17 и 16 очков, соответственно. То есть очень сильная статистика. Причем в одном из случаев команда 5 сетов провела, в другом несколько меньше. Но всякий раз Сиважелес был весьма состоятелен. Полетаев на подаче. С трудом, но справились. Ну и Сиважелес вторую очку подряд набирает. Довольно простая передача. Можно было рассчитывать даже на тройной блок. Но Сиважелес очень аккуратно прошел по линии. Шанс для блока. Удается смягчить, но всего лишь перебрасывают волейболисты Кузбасса мяч на сторону соперников. И здесь на одиночном блоке Орел Камеха. Тем не менее игра-то продолжалась. И выключилась часть находящихся на площадке. Даже зрители позволили себе передохнуть. Но вот закончилось это все в пользу питерской команды. Но как же там не забил-то в итоге Орел Камеха. Ногу успел Либера подставить Кузбасса Алексей Обмачаев. Вот так вот сохранил мяч в игре. Ну а подача Камеха пришлась за пределы площадки. И счет равный. Голова к голове идут команды. И Петр Корсманович центральный Кузбасса выходит подавать. Делает это блестящее. Прейковый очков Кузбасса. По уходящей траектории Мелкозеров, может быть, не видел за спинами товарищей, куда же летит мяч в итоге. И снова туда же. Снова на Мелкозерова подает Кросманович. На тройном блоке придется атаковать. Егор Клюка еще один потенциальный герой в сегодняшней встрече. Понимая, что перед ним очень серьезная преграда стоит. Не стал атаковать на силу. Ударил с тем расчетом, чтобы мяч коснулся пальцев буквально и опустился за спины. Блокирующим в досаде Иван Зайцев диагональный, итальянский, кстати, диагональный Кузбасса, который спешил к этому мячу. И теперь вот он же и атакует в досаде. Ладонью ударил по настилу. Здорово. Но блок не успел сформироваться должным образом, поэтому простор был для направления атаки у Зайцева. И снова Егор Клюка из четвертой зоны. И опять не очень сильно. Площадку он очень хорошо видит. И в этом еще раз дал возможность нам убедиться. На одиночном блоке против него был только Иван Зайцев. Мяч касается сетки. И первый темп задействует Игорь Кобзарь на тройном блоке. Но Клюка опять каким-то чудом обыграл всех своих оппонентов. И снова не сильно. Снова таким ударом по касательной, по рукам. Получился блок-аут. Но не мощный, а такой хитрый скорее. В ауте мяч показывает Маркин, один из участников эпизода, что мяч коснулся блока. И судья вроде бы то же самое. Клюка убирал, кстати говоря, руки. И вот никто не спорит. Никто не спорит. Значит, касание было. И Маркин отправляется подавать. 8-8. Счет равный. С приемом все в порядке. Камеха задней линии тут цепляют мяч. Волейболисты Кузбасса. Тем не менее, шанс еще будет на съемку. Зениты блестяще. Как же играет Егор Клюка. В очередной раз нашел участок на площадке, где вообще никого не было. С двух рук. Пожалуйста, вот там. Нет же никого. В пятой зоне. В Егор в сетку попадает. И на подаче Михаил Щербаков. Мощнейшая подача. Клюке приходится пасовать. Камеха на двойном блоке. Но у него оглушительная высота, конечно, съема. Поэтому справляется он с двумя блокирующими. Хотя все было непросто, конечно. Ну, на то и классный доигровщик, чтобы на таких сложных мячах играть на групповом блоке. Ваути мяч. После выстрела Пашицкого с линии уступает он место Сергею Мелкозерову. А на подаче Иван Зайцев. Тоже мастер эйсов. Сын выдающегося связующего. Ну, я думаю, что те, кто следит за волейболом, прекрасно это знают. Тоже легендарный был волейболист. Выступал за сборную Советского Союза. Виктор Палетаев. Маркин молодцы. Он просто первый темп. И вне зависимости от того, касался мяч рук блокирующих или нет, свягчение, понятно, мы с вами видели, было. Он опустился в девятый метр туда, в площадку. Так что, в любом случае, очко бы досталось Кузбассу. Четыре единицы на табло подает Сива Желез. Принимает Камехо. Сам же будет атаковать на тройном блоке. Искал руки блокирующих. Но не обнаружил. Хотя три пары были перед ним. Сложный очень удар. Тут вопросов нет, конечно. Сива Желез лидерские качества свои еще раз проявил. Как я уже сказал, матч в финале шести. 33 очка в двух встречах удалось ему набрать. Снова Камехо будет атаковать. И снова на тройном блоке. И вот сейчас никаких хитростей. Просто прорубил пырку буквально в блоке Кузбасса. Доигровщик питерской команды сам же отправляется подавать. Но пока все очень стройно идет. 12-12. Голова к голове. Маркин. И забивает. Давайте еще раз посмотрим. Ну, в сетку влезли блокирующие «Зенита». А так мяч был в ауте. По крайней мере, судья показал. На струксильный был удар, что я даже своей верхотуры точно и не увидел. Так что приходится разбирать эпизод именно так. Яковлев. Вот что касается Яковлева. От него, конечно, очень многое зависит в игре «Зенита». В команде приличное количество лидеров. И Яковлев стал одним из них в этом сезоне так уж точно. Иван набрал 14 очков в матче с «Факелом». Но вот с «Динамо» только 6. Кобзарь. Непростая будет ситуация для Бризара. Мяч не попадает в площадку. И флаговой сигнализирует именно об этом. Сама судья принимает решение. Судья на вышке о том, что и рукблокирующих тоже не коснулся. 15-13. Первый, пожалуй, одна из команд вырывается вперед больше, чем на одну очко. А подача Кобзаря. Дастся ему продлить серию. Опять в Камехо подает. Опять будут вопросы. Оставляет мяч в игре Кобзарь. Зайцев. Нет. Мяч в ауте. Как говорят коллеги, а задумал-то неплохо, да? Фантастический сейф. Так, Кобзаря. И здесь можно было, конечно, попадать. Тем самым увеличивая преимущество. Но, может быть, для интриги хорошо, что этого не произошло. Первый темп. Касание было, хотя мяч отправился в аут. И снова плюс два. Маркин. Давайте посмотрим еще раз. Яковлев был тем самым, кто этого мяча коснулся. Маркин. Не очень сильно. Может быть, по месту старался мяч отправить под самую боковую линию. Где-то на границе между четвертой и пятой зоной. Перехитрил, наверное, прежде всего сам себя. Клюка. Зайцев на одиночном блоке в исполнении Орела Камеха. Со вкусом выбирал. Вот даже ему выстрелить. Давайте еще раз посмотрим. Как видите, центральные вынуждены были отвлекаться. Это Пашицкий в данном случае. А это Полетаев. Отличная подача Евгения Андреева. Но можно было распорядиться, конечно, мячом немножко иначе. О, прошу прощения, Щербаков, конечно. Площадки мячей. Это иц в исполнении Дмитрия Пашицкого. Севажелес решила, что проследует ваут мяч. Но этого не произошло. И вот счет равный. То есть брейк делает теперь уже Зенит. А вот он и ответ. Евгений Севажелес из четвертой зоны. Ну, там отвлекающий маневр был, разумеется. Петер Корсманович. И на него пришлось отвлекаться. Блокирующим. И в такой хорошей для себя ситуации оказался Евгений Севажелес. Зайцев подает. Все-таки мяч остается в игре. Но атаки не будет. И Зайцев из первой зоны удается. А кто-то в сетку, по-моему, попал. Но поскольку судья не обращает внимания. Или так не считает. Поэтому игра продолжается. Длиннющий розыгрыш. И, пожалуй, первый в этом матче блок. Чистый блок на набранное очко. Кузбасса. Ну, вот кто-то здесь же попал в сетку в итоге. Полетаев в сложной ситуации оказался. И первый тайм-аут Томаса Самилвой вообще в этой встрече. Когда болельщик скажет, покажите мне план сектор Кузбасса Кемеровского сейчас на Кубе. Причина понятна. Может быть, катастроф пока никакой нет. Преимущество Кузбасса в два очка. Но концовка близка. И на еще один тайм-аут может сложиться ситуация. А вот на два тут большой вопрос. Слишком мало играть осталось. Хотя, как знать, этот сет тоже может затянуться. Абсолютно равный волейбол показывают команды. Кстати, об этом Вербов уже говорил. Потому что не только об этой встрече может идти речь. Первый тайм-аут. И почти оставил мяч в игре Обмачаев. Яковлев. Красманович не успел даже руки вынести. А вот, может быть, и жаль, что коснулся он мяча. Может, тогда бы и Обмачаев сумел поднять его. Не поддались на обман Кобзаря волейболисты Зенит. И все-таки мяч остается в игре. Сам же Кобзарь и спасает ситуацию. А здесь шанс на нормальную атаку. Сиважелес Клюка на задней линии страхует. Камехо. Сиважелес. И что в итоге? Зайцев ведет споры тут с вторым арбитром. Давайте посмотрим, что случилось. Вот это обман Кобзаря. Чудесное спасение Маркина и самого же Кобзаря. Я, признаться, так и не понял, что произошло. Так или иначе резюмирует счет равный 19-19. Теперь уже Алексей Вербов берет тайм-аут. Это мячи с символикой предстоящего через год чемпионата мира по волейболу в России. Вот такие пока есть только у меня в пакете. Больше ни у кого. Так что не напрасно были слова о том, что сет может затянуться. У каждой из команд находится в своей козыре. Хузбасс отрывается совсем ненамного. Соответственно, Зенит пока догоняет. Но вполне получается это у питерской команды. А сейчас Политая будет подавать. Как я уже говорил, с факелом он не играл. И выходил на замену в матче с Динамо. Немалых трудов стоило Александру Маркину уклониться от мяча. Потому что тут он понимал, что летит он в аут. И чутье его не обмануло. Внутренние ощущения. И Сиважелес. Он здорово сегодня подает. 20-19 в пользу Кузбасса. На этот раз не слишком сильно это сделал. И тут же на задней линии он мяч поднимает. Зайцев на тройном блоке. И каким-то образом забивает. Впрочем, понятно каким. Между рук блокирующих далековато. Клюка оказался. И вот в этот самый котел мяч угодил. Бух в котел и там сварился. Если вспоминать известные строки. И второй тайм-аут вперед Томаса Милво. Вот то, о чем мы говорили. Пригодился он ему все-таки. Чемпионата мира. Можно еще одним способом подписывайтесь на инстаграм. Ольга Митена Чемпионата мира. Волей в нижний пробел. 20-22. Потом вы фотографируетесь на арене. Зенита гоняет. Но у Кузбасса находятся аргументы для того, чтобы чуть-чуть прибавить в каждом из эпизодов. Но, впрочем, это далеко не все еще. Там есть игровая дистанция. В первой партии для того, чтобы соперника достать. Всего-то один брейк нужен. Не так и много. Но пока преимущество в два очка означает лишь то, что Кузбасс первым выходит на... Если так все и сохранится. Может первым выйти на сетбол. Плюс к тому, будет у него попытка в этом случае на подаче соперника иметь один из сетболов. Ну, а пока смотрим. Всеважелес продолжает подавать. Клюка. А, ты прости, Кирил Урсов, конечно. Да нет, Клюка, разумеется. Сразу сказал правильно, затем начал себя поправлять. Мощнейший удар с задней линии. Непростого сейчас ситуации будет Зайцев. Блок-то он обыграл. Но там Полетаев здорово сыграл в защите. И что? Касание сетки, судя по всему. Еще раз, сейчас этот эпизод мы с вами увидим. 22-20. Пока Красманович отправляется подавать. Потому что мяч в площадке был. Яковлев, первый темп. Для Кузбасс партия в таком состоянии, что достаточно будет съема. По рукам Щербакова попал Яковлев. По рукам Щербакова попал Яковлев и мяч опустился в площадку. Конечно, сейчас очень сильная подача нужна. Яковлев умеет это делать. Но на этот раз попал Вау. Но берет просмотр Томи Самилво. Понятно, что на предмет попадания в площадку. Давайте мы с вами посмотрим лайн-фолда. Один из самых простых челленджей, который можно себе представить. Потому что гораздо сложнее понять, попал ли игрок по рукам блокирующим. Но в данном случае арбитр показывает, что подавать... Давайте смотреть и мы. Сам же Яковлев попросил. Челлендж, ну понятно. Не так много осталось играть. Можно использовать даже с потенциальной ошибкой. Кобзарь. Клюка справляется на тройном блоке. Хотя прием был не идеальный. Ему же Брезар мяча вернул. Сам создал проблемы саморешай. Ну а почему бы не решить силу. Да, Брезар задал неразрешимую задачу принимающим Кузбасса. И нашел-таки тот самый брейк. Хитрая очень траектория была. Последнего пытались спасти мяч волейболисты Кемеровского клуба. Ну и теперь Алексей Верба берет рай тайм-аут. 23-23. Просто так добраться до концовки у команды не получилось. Теперь побеждать нужно будет с брейка непременно. Или тем, или другим. Хотя, как знать. Да, так и есть. То есть если сейчас... Кузбасс набирает 24-е очко на подачу соперника, то все равно нужно будет брейк. Аликсики команды Кузбасса Городкина! Нердул мяч прямо перед Маркиным. Среагировал Александр. Но траектория затем была такая, что уже там было не спасти ситуацию. Конечно, сейчас Бризар будет Маркина подавать. Нет, тут Севажелес. Первый темп. Севажелес справляется. И не сетбол. Первый сетбол у Кузбасса. Михаил Щербаков. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Александр Маркин на подаче. Неплохо. Есть шанс для блока. Здорово. Егор Клюха сыграл по рукам из второй зоны. Придав мячу такую траекторию, что далеко за пределом площадки он улетел. 24-24. Сам же Егор подает. Этот элемент сейчас выходит на передний план, на аванс-сцену. Вот это да! И Маркины же закрывают. То есть я даже паузу сделал. Настолько сильным был отскок. Давайте смотреть. Ну что ж, брейковая очко есть. И теперь сетбол уже у Зенита. Ну, сейчас будет просмотр. Просмотр на предмет касания сетки. Нас сейчас с вами ожидает. В блокирующих ключевых эпизодах концовки партии Зенит выглядит состоятельнее. Хотя до этого казалось, что на волосок буквально на щепоточку все-таки Кузбасс посильнее в этом сете конкретно. Так удалось. Пока, по крайней мере. Если не перевернуть ситуацию в свою сторону, то... А вот и все. С первого брейка, со второго подряд, если точнее, с первой попытки выигрывает Зенит стартовый сет. По запросу команды... Ну, давайте подождем, потому что... Судейская процедура видеопросмотра игрового момента касания сетки. Опять будут смотреть на предмет касания сетки. Одна интрига осталась пока на этот момент в этой партии. И по этому моменту просмотра принято решение, что касания сетки не было. Запрос команды Эдисини не был. Буду довлетаем. Видеопросмотр в этой партии, как и сама партия, заквачиваясь. 26-24. Ничего не изменилось, просто... 26-24. Судья-информатор рассказал, что запрос был от Зенита. Зачем Зениту запрашивать, если питерская команда и так выиграла это 26-ое очко. Ну, ладно. Всякое бывает. А тут обмен любезностями, или, по крайней мере, взглядами между Иваном Зайцевым и Орелом Камехо. Конечно, у Зенита великое множество вариантов в атаке. Здесь и Камехо, здесь и Полетаев, здесь и Клюка, и Центральный, и Яковлев тот же самый. А как Пашинский начал эту партию. И вот сейчас даже не скажешь, за счет чего удалось Зениту взять этот сет. Предложу такой вариант за счет концентрации в ключевых эпизодах. Может быть, к своим шансам Кузбасс отнесся чуть более расслабленно, чем ситуация позволяла. Все-таки матч решающий. Фактически за медали. Потому что победитель уж точно себе серебро гарантирует. А проигравшему нужно будет в воскресенье биться за эти награды еще. Ну, может быть, статистика нам что-то подскажет, если, конечно, найдем ее. А пока две прекрасные девушки исполняют соло на... Вот всегда путаю эти музыкальные инструменты. В атаке Зенит поинтереснее на блоке, равная картина. Получилось, что у Зенита, в общем, солидное преимущество как в атаке, так и на подаче. Ну, на подаче мы имеем в виду чистые эйсы в данном случае. Хотя сам этот элемент предполагается и последующий из-за подачи прием. Аккордеон, наверное. Да, правда? Они боят. Подготовились организаторы. В общем, все здесь способствует празднику. Торжественное открытие с участием девушек с барабанами проходило и в киверах. И это тоже было очень красиво. Но, впрочем, это повод небольшой нам с вами отвлечься. А вот волейболистам отвлекаться нельзя. Потому что ожидает их непростое продолжение борьбы. И, кстати, надо сказать, что и тот, и другой тренер пока в значительной мере ротацию не используют. Не забывайте нашу традицию, друзья, все партии финала шести начинаются с чего? А, конечно же, больших аплодисментов выходит! Евгений Сиважелес начинает второй акт этого спектакля. И можно попытаться оставить мяч в игре, что Мачаев и делает. Впрочем, удар накатом здесь пришлось задействовать. Арбитр показывает, что первое очко в этой партии выигрывает Кузбасс. Немножко не хватило Яковлеву, да, для того, чтобы отпраздновать победу в этом эпизоде. Снова Сиважелес. Бризар Политаева задействует. И настолько мощным оказался удар Виктора, что мяч аж за задней линией опускается на своей же стороне площадки. Ну, пока что Бризар не в полной мере задействует Политаева. Есть у него и другие варианты. Дает возможность почувствовать войти Виктору в игру. Ну и, наверное, это правильно. Зайцева в одни руки Орел Камеха закрыл. Ну, вот это неприятный звоночек для Кузбасса. Все-таки в ситуации, когда удается связующему, в данном случае Кобзарю, так вот разбросать защитные силы соперника. И оказался Зайцев на одиночном блоке. Все-таки надо забивать в такой ситуации, конечно. Психологически это тоже очень важно. Второй раз подряд. Может быть, расчет был Кобзаря на то, что Камеха и Яковлев в один из самых высоких волейболистов на площадке и один из самых умелых на блоке. В такую вот ситуацию поставил Кобзарь Зайцева. Видимо, не думал, что будут на него рассчитывать блокирующие. И опять Зайцев. Клюка. Было ли касание? Нет. Просто аут. И, стало быть, все-таки второй очко набирает Кузбасс. А так, несмотря на, кстати, очень квалифицированную хорошую атаку Зайцева, все равно до пола ему добить не удалось. Камехо на тройном блоке. Ну вот он, настоящий Камехо. Он так выходил на московском матче финала Кубка ЕКВ. Подпускал его Томаса Милво. А сейчас в полной мере уже направо на площадке располагается Камехо. Кобзарь. Длительная подготовка. Но прием очень хорош. Тем не менее, Полетаев не решился атаковать на силу. Сейчас зачехлили Маркина. То есть на блоке, на старте партии Зенит наголо выше соперников. Приходится это констатировать. Зайцев. Ну вот, наконец, после трех неудачных попыток Зайцев, наконец, зарабатывает очко в этой партии. Но, заметьте, не сильным ударом, а простой скидкой за блок. Разумеется, уверенная игра Зайцева. Правда, как и Маркина, и Сива Железа жизненно важна для команды. Камехо. До последнего сражались за этот мяч волейболисты Зениты. Уже одно это доставило удовольствие собравшимся. Красота волейбола. Смотрите, раз сейв, два сейв, три сейв. Но там уже ограниченное правилами количество касаний было превзойдено. И, соответственно, Кузбассу удалось сравнять счет. Площадки мяч. Маркин. Немножко и Зенит. Если не поплыл, так погрузился по щиколотку. Больно здорово Маркин попал по месту. А на этот раз сменил направление удара. Косой, диагональный такой он у него получился. И попал в сетку в итоге. Бризар. Ну вот не из, да? А тем не менее, ни атаки не было. И очко сразу удалось заработать после этой подачи Бризара. Ответ на попытку Маркина. И тут атака будет с проблемой на тройном блоке. Но сивожелезно, какой молодец! На тройном блоке. Отведенный от сетки мяч. По рукам Полетаеву все-таки умудрился попасть, чиркнул мяч и отправился за пределы площадки. Накат, но с ним Камеха здорово справляется. И сам же вколачивает мяч в площадку. Ручищи какие-то длиннющие у него. Сивожелезу самому же придется справляться с последствием неидеального приема от ОД Блок. Красманович! Ну, Полетаеву, конечно, нужно время для того, чтобы в идеальное состояние себя привести. И это очень скоро произойдет. Камехо. Смягчение есть. Зайцев. Удается оставить мяч в игре. Клюка. Ну, не сильно бьет. Накатывает скорее. Снова Зайцев. А тут Камехо с Яковлевым. Проблема Зайцева удалось решить во второй партии уж точно. Зениту Зайцев 26 очков набрал с Казанским Зенитом в группе. Первый темп. Мяч остается в игре здесь. Камехо не рискует атаковать. Сбрасывает Сиважелис. Опять каким-то образом проходит мяч в стык между руками блокирующих. Ну, а здесь Клюка. И он не остался без внимания. Такое соревнование блоков во втором сете мы наблюдаем. В котором пока что первенствует Зенит. Но свои козыри появились и у Кузбасса тоже. Счет равный 9-9. В общем, такая же картина, как и в предыдущей партии. Ну, может быть, на немного. На парочку очков отрывается. Кто-то из соперников, а затем оппонент блистательно догоняет. Сиважелис на подаче. Показывает нам Камехо. В него будет подавать. Так и есть. Полетаев. Ну, это очень сложный был, конечно, мяч. И, по счастью, остался в распоряжении Зенита блистательная комбинация. Егор Клюка. Конечно, когда Яковлев на передней линии, приходится все время брать в расчет его фактор. А тут и Клюка. Пролетев вот эти самые три метра над сеткой, вонзил мяч в площадку. Ну, как видите, и здесь поиски продолжаются. Виктор Полетаева. Я не думаю, что он нуждается в какой-то снисходительности высочайшего класса волейболист. все придет в норму в самое ближайшее время. Может быть, даже в следующей партии уже. Камехо. Камехо делает разницу. Сложные мячи очень часто идут через него. И с хорошим процентом по ощущению проблемы он решает. В тройном блоке сейчас Маркин успел даже присоединиться. Может быть, чуть-чуть не допрыгнул. И вот как раз через него Камехо и сыграл. Переходящий мяч. Яковлев не стал пытаться заработать очко сам. Сделал передачу. Конечно, для центрального не свойственного. Но что в этом ряду те, кто по случаю делает передачи, находятся далеко от первого места. То есть сначала связующий, потом Либера, потом доигровщик. Наверное, центральный где-нибудь там в конце этого списка. Но по игре, вот по ситуации, по эпизоду получилось именно так. И этого не совсем ожидали волейболисты Кузбасса. Первый темп. Там здорово играет Сиважели в защите. И очень хорош Александр Маркер. Протолкнул мяч на сторону соперника. Там какой-то спор идет. Ну, может быть, будет челлендж. Зачем спорить, если есть возможность проверить. Не понимаю предмет спора. Ох, как Бризард сыграл затейливо. А вот здесь аут. Клюка немножечко по высоте не угадал. Лишь кончиками пальцев он коснулся мяча. И поэтому траектория была как раз такая. Ваут. Кузбасс выходит вперед. 13-12. Вот такое ощущение от самой ситуации на площадке. Счет как бы 0-0. Вот он и остается в этих пределах. просто мы продвигаемся к концовке. Кто в этой самой концовке себя проявит с лучшей стороны? Не Зайцев, это Сиважелец. Не Зайцев. Чуть-чуть не хватило для Эйса. Ну, мы помним, что Маркин такой Эйс уже заработал в матче. И помним подачу Бризара, которые за этим последовали. Там не чистый Эйс был, но тем не менее очко удалось заработать. И чем-то напоминал удар клюки, согласитесь. Даже звук такой характерный, что в большей степени пальцами по мячу попал Антуан Бризар. Чербаков. Камеха принимает. Не добежать там, к сожалению. Но, в принципе, было очень неплохо. В защите сыграно. Александр Маркин. Чуть-чуть. Егор Клюка был близок к тому, чтобы заработать очко непосредственно с подачи, как и Маркин. Зайцев будет подавать. От него, конечно, тренеры Кузбасса ждут усложнения жизни соперникам. Нет. Идеальный прием. И заканчивается все мощнейшим ударом Орела Камеха. Но с автором этого успеха и вне сомнения всякого стал Сергей Мелкозеров, который сложнейшую подачу Зайцева принял и довел ну просто до миллиметра. Остается мяч в игре. Красманович. Только я подумал о том, что что-то давненькое не играли ни синий, ни другие первый темп. Но здорово. Фланги играют здорово и у Кузбасса, и у Санкт-Петербурга. Там и Камеха прекрасен совершенно и Клюка. И помогает им по мере силы возможностей Виктор Полетаев. Ну, собственно, и Севажилис тоже здорово выглядит и Маркин. Ну, может быть, тяжеловато Зайцеву второй партии особенно, потому что попал он, как говорили, под колбак, под пристальное внимание соперников. Подстраховали. Ну, Маркину пришлось просто перебрасывать мяч на сторону соперников и все закончилось первым темпом Ивана Яковлева. Видимо, те же мысли, что возникли у меня, зародились и у Антуана Боризара и Игорь Ковцаря. Полетая подает. Игорь Ковцаря. Игорь Ковцаря. Ну, а между тем отличная подача Петара Красмановича приводит к тому, что Кузбасс снова отрывается на два очка в концовке. Но, как мы помним, это абсолютно ничего не значит. Ну, кто ж спорит? Действительно красавчик. Даже с грамматическими ошибками звучит потрясающе. Естественно, Томас Саммел Вова берет тайм-аут. До этого не требовался перерыв, кстати, ни тому, ни другому тренеру. То есть, в общем, зеркалит команды первую партию. Посмотрим, отразится ли это на итоговом результате. И вот что на этот раз не буду я гадать, кто выходит на сетболы и в каком порядке. Отталкиваться будем от ситуации. Яковлев не слишком для него удачно получил получил мяч и был шанс заработать двадцатый очко. Конечно, в таких случаях на диагонального рассчитывает связующий, но тем не менее Зайцев не попал в площадку. Атаковал по линии и можно было бы еще раз посмотреть эпизод. Ну да ладно. Орел Камеха. Аут. 20-18. Он решил воспользоваться сам Илво своим правом на челлендж. А может быть скорее на своеобразный еще один тайм-аут. Видите, Яковлев выговаривает. Арбитр показывает, что мяч был в ауте. И вот слева на картинке мы с вами тоже наблюдаем это. Ну, в принципе, один челлендж еще у сам Илво остался. И, по-моему, еще один тайм-аут. Так что будет еще возможность вмешаться в игру, если того потребует ситуация. А надо ее менять. Смягчение. Маркин хитрит. Полетаев страхует за блоком. Клюка тоже сбрасывает мяч. И снова Маркин. Камеха в роли связующего. Клюка. И все-таки Егор попадает. И где он там пробрался, где прошел? Ну, сейчас еще раз попытаемся посмотреть. до. Это момент, который до был. Вот здесь. Да, не плотно. Не плотно. Было расстояние между Зайцевым и Щербаковым. Там руки смыкать нужно было плотнее. Это не совет, это просто констатация. Какие уж там советы. с Яковлем персонально сами Лоу беседовал. Не о подаче ли? Ну, а пока 21-19. И на линии Маркин. Маркин хитрющий сегодня подачу подает. Туда по длине, под самую линию Камеха принимает. Первый темп. И Пашицкий. Пашицкий мощно начал, если вы помните. И сейчас хорош. Смахнул этот мяч настолько быстро, что сложно было даже увидеть, куда он там попадает. А попал он в площадку. И может быть даже не очень на большой высоте, но скорость передачи и скорость удара позволили заработать очко. Севажелес. Наверное, сейчас я напомню, что он самый стабильный в двух матчах. Да, пусть в одном из них на групповом этапе Кузбасс сыграл больше сетов. Тем не менее, свои 16-17 очков Севажелес набирает. Успел Маркин подставить руку. Там ничего не поделаешь. Можно было только на рефлексах угадать, вратарски сыграть. Нужна подача Зениту. Но тут Егора Клюку сбивает или пытается по крайней мере сбить с этого настроек, к которому он приходил Алексей Вербов и вперед свой тайм-аут. История Да что ж такое в истории мяч символикой Чиканата мира 2022 Давай Весенок Нет, нет, что-то нет. Нет, ребята, он его подарит только активный подмельщик Активный Второй заход на цель у Кузбасса и на этот раз ситуация, когда проигрывать ну почти нельзя. Бывали, разумеется, в мировом российском до любых других волейболах случаи, когда со счета 0-2 уходила команда, но далеко не всегда это происходит. Ну а пока что Егор Клюк подает. Не кстати для команды Ваут попадает Зениту, как уже было сказано, нужна подача. А так еще один шанс на брейк. Зенит упускает. Ну сейчас-то вряд ли есть необходимость в том, чтобы брать челлендж. Там все было ну совсем уж очевидно. как неплохо. Полетаеву приходится на камеху играть, но Ореол сегодня во всех ситуациях, практически во всех свою команду выручает. И даже Клюк не упрекнешь. Мощнейшая подача, просто потрясающая. Пашицкий. Нет, ну на таком приеме-то вопросов нет никаких. Краснодар первый темп. Ну понятно, что тот же Пашицкий постоянно держит в уме, что риск это дополнительный шанс на ошибку. Может быть где-то не так сильно подает, может быть не так по месту точно близко к линии, как может быть хотел бы переходящий, а тут никто не будет. Никто не будет спешить и Корсманович сравнивает счет своим ударом в матче, даже не в этом сете. В этом сете 25-22 пользу Кузбасса в матче 1-1. Все продолжается. Счет в матче мячей 1-1. Ну вот то самое, чего не хватило Кузбассу в первой партии. Фантастическая игра в самые напряженные моменты. Там, где может быть немножко на той же подаче Пашицкий не рискнул, а до этого пытался рискнуть его партнер. Вот как раз в этой ситуации психологически Кузбасс оказался посильнее. Смотрите, какое лазерное шоу приготовили организаторы финала четырех. Финала шести, простите, конечно. Четыре это уже сейчас осталось. И самые интересные моменты второй партии. Вспоминаем проблему Зайцева. тем не менее кемеровская команда сумела перераспределить силы, найти новые направления для атаки и свидетельство тому вот эти два заключительных удара Красмановича, то есть наладил прием, добавил добавил еще один вариант и это все очень команде помогает. Новое направление, новое лицо, потому что с плохим приемом выключаются из атакующих действий центральные блокирующие, ну или просто центры в данном случае. И вся тяжесть сложится на диагонального и на доигромщиков. В этом плане у Зенита все было более равномерно. То есть тут и Яковлев в большом порядке и Паширский я имею ввиду центральных и как я уже говорил фланги работают исправно в особенности Камехо и Клюка и помогает им по мере сил и возможности Виктор Полетаев в общем такая картина очень сбалансированная но даже в той ситуации когда есть некоторые проблемы у Кузбасса Алексей Вербов справляется с ними справляется и команда удается найти какие-то нетривиальные ходы подтянув другие компоненты любопытно было бы конечно узнать за счет чего вторая партия закончилась именно так ну наверное будет у нас с вами возможность изучить статистику ну а пока смотрим как Егор Клюка и Кузбасс всем составом готовится к тому чтобы продолжить этот матч тяжелейший и интереснейший для нас вайвер чем чем тяжелее он для игроков тем интереснее для наблюдающих вне зависимости от того кому вы симпатизируете я симпатизирую всем есть любимые игроки в составе одной и в составе другой команды поэтому в любом случае нужно констатировать насколько силен российский волейбол сколько прекрасных игроков сегодня на площадке третья партия Егор Клюка продолжает партию номер два чем ответит Иван Зайцев отличная подача но хотел сказать но переходящий мяч который Кобзет приземляет на стороне Зенита вторая попытка не задалась у Зайцева и Камеха перекрыл его а тут Клюка фактически на чистой сетке Сиважелес прыгал конечно чтобы хотя бы какой-то сектор перекрыть но вот так вот снова счет равный вроде бы брейковый мяч был у Кузбасса и тут что же самое у Зенита ну а между тем Сиважелес из четвертой зоны на двойном блоке так сумел ударить что Камеха не имел шансов этому противостоять хотя он так чуть-чуть отскочил чтобы в случае удара вот мимо блока но тут пока что эйс пока я вспоминал предыдущий эпизод короткая подача где-то в третий метр от Сиважелеса вообще Сиважелес сегодня конечно великолепен просто что на подаче что в приеме что в атаке полетает своя монетка в копилку командную понятно что все было в его руках и сложно было Карсмановичу противостоять диагональному Зенита и подача хорошая Зайцев на двойном блоке но если он еще поймает уверенность и как говорят коллеги если у него полетится то Зениту будет крайне тяжело Касманович как его есть команде помог предыдущей партии отличная атака раздербанил буквально Антуан Бризар блок давайте смотреть еще раз ну и Камеха по всей широте своей кубинской души атаковал с удовольствием а вот с подачей у Зенита некоторые проблемы все-таки наблюдаются в этом плане в танковых частях Кузбасса куда больше порядок Клюка Клюка хотя конечно вот те самые проблемы с подачей они кислород перекрывают несколько и Камеха и Клюки и Полетаева но при этом Яковлев конечно же при этом мастерства конечно им не занимать Севажелес снова это уже высшая степень доверия то есть есть на планках Зайцев имеется например Севажелес из шестой зоны вылетел и забил красивый мяч а нам все время Зайцев показывает ну видимо живая мимика у него любопытно наблюдать за его реакциями ошибка видимо заступил Полетаев давайте посмотрим не имеет он права отталкиваться из трехметровой зоны 8-5 Кузбасс на трешка от соперников оторвался и подавать будет Александр Маркин и снова полетает и надежда на подачу Бризаров пожалует что он среди игроков своей команды по этой части сегодня наиболее убедительным я так скажу а ведь кстати первая партия у Зенита с эйсами был полный порядок ну так вот обычно так не бывает но вот Бризаров подтвердил слова отличной подачи Сиважелес решил не играть этот мяч и напрасно и опять ну тут же претензии конечно к обмачаеву и счет уже равный а был плюс 3 пожалуй самое большое преимущество за исключением конечно финала второй партии тут же Верба берет тайм-аут но надо Бризаров убирать с линии каким-то образом хотя бы заставить его подавать не так здорово как он это делает Динамо дайте-ка мне еще раз во-первых те кто неопозвалищики московского злого вообще удивительная конечно ситуация когда из центра игрок прилетает чтобы сыграть мяч даже что-то не отталкивая своего товарища ну всякое бывает тем прекрасен волейбол Абрезар остается на линии но вот насколько он будет уверен в себе сейчас после тайм-аута Глазомер Маркина победил точность Бризара Щербаков ответил любезностью на любезность Маркин большое конечно дело сделал на сложной подаче просто идеально довел а это блок и не Сивожелес ли это опять в паре с Красмановичем давайте посмотрим да Сивожелес сколько шкачков он уже набрал любопытно было бы узнать к данному моменту площадки мяч Иван Зайцев из и тоже смотрите не может быть не самая сильная подача но какой же вот этот диагональный уходящий косой удар а сейчас на силу да так и есть и Зайцев еще одно очко зарабатывает да путь не в пол но принять его подачу волейболисты Зенита не смогли плюс 3 снова в пользу Кузбасса будет ли тайм-аут вот сейчас насущный вопрос современности Клюка вместе с Мелкозеровым пошли вместе на этот мяч а когда принимают вдвоем чаще всего не принимает никто это закон волейбола и опять отдельно отдельно общается Самил с Бризаром и Политаевым может быть как-то настраивает на некий иной вариант сотрудничества а вся остальная команда подбадривает ну парни подбадривают друг друга Зайцев продолжает подавать Пашицкий кстати тоже здорово подал сам же кстати и спасает мяч Зайцев на одиночном блоке то что Ивану и было нужно нам Камэхо не перехитрило смотрите вот все те козыри которые у Зенита были они как-то становятся не такими яркими не такими убийственными для соперников сектор Московского Динамо Севажелец в сетку ну вот где-то нужно конечно Зениту подачу искать Красманович вот когда с приемом все в порядке тут же первый темп подключается где выступает Яковлев и отличный мяч забивает очень красивый но может быть у Камэхо найдутся аргументы в этом споре да здорово Зайцев и Зайцев попадает по рукам в сложнейшей ситуации ну вот может быть и начинается то что можно было предположить то что Зайцев наконец найдет себя не получалось у него и очень много его чехлили но мне показалось что мяч площадке а мнение судей разошлись логовой показал аут ну и разумеется конечно здесь челлендж посмотрим чей глазомер более точен в этой ситуации ну а так хорошая была нет все таки аут все таки аут там каких сантиметров не хватило а кстати жалко если полетаев попал смотрите как переживает парень да по выражению лица можно читать даже не будучи великим физиогномистом какие чувства он испытывает в принципе подребинкин очень неплохо играл во многих матчах этого сезона ой какая хитрюга обзор бросает мяч это первый метр над сеткой как у него это получилось плюс 5 третьей партии в пользу кузбасса даже длиннющий круг камеха не хватило для того чтобы поднять мяч урсов выходит вместо камеха но собственно он вместо него и играл когда камеха был травмирован может быть для меня несколько неожиданная замена но впрочем конечно самое лого виднее кузбасса подает в аут но он все время экспериментирует с длиной и силой ну как раз подребинкин вместо полетаева они будут спасать эту партию для зенита урсов с подребинкиным и теперь состав а вот пожалуйста Яковлев говорит свое лидерское слово с подачи то чего команде не хватало на значительном протяжении этой партии а там Зайцев Зайцев подряд мячей 5 наверное забил но может быть 4 из них несколько очень сложно на двойном блоке встык прошел Клюка Щербаков подставил таки руки но рикошет оказался в пользу зенита ух и непростая какая подача Севажелец мяч в площадке ну за это никого и упрекать не стоит Клюка зарабатывает балл за результативность этим блоком а так а так страхует Клюка ну человек только поднялся с колена Бризар туда же ему отдает не очень понятное решение но в этой вот мясорубке которая на площадке творится наверное можно понять плюс плюс три концовки у Кузбасса на подаче Щербаков сейчас давление зенита конечно будет увеличиваться выстоит ли Кузбасс вот вопрос Клюка по рукам там Маркин подстраховывает Севажелес Маркин Зайцева и вот начались вот эти подвиги Зайцева которых и Фомини не было в первых двух партиях он конечно набирал очки забивал но ему было тяжело даже в ситуации одного блока а сейчас мы с вами наблюдаем на тройном мы наблюдаем как раз то за счет чего Зайцева считают одним из лучших диагональных мира он красавчик он выиграл пока что это состязание 20-16 в третьем сете в пользу Кузбасса тайм-аут берет Томас Самилво и он перед матчем говорил о том что задачи стоят самые высокие но понятно что этот матч точно рассчитывал Зенит выиграть а дальше да и следующий тоже да но ситуация непростая для питерского клуба нужны экстра усилия нужны какие-то элементы ультра-си для того чтобы сейчас в этой сложнейшей ситуации попытаться переломить ход-то этой партии матча в целом смотреть будут наверное я так полагаю или нет потому что было близко к тому что мяч в площадке Камеха возвращается а подребинки насколько я понимаю остается подает клюка и не слишком удачная передача сиважелец с трудом перебросил мяч Камеха спаситель зенита выигрывает таки брейк да подребинки на площадке сейчас на передней линии но может быть это замена как раз благо для Виктора Полетаева сейчас я бы не сказал что ситуация определенная в этой партии все таки аргументы есть и у тех и у других но могу предположить что именно этот сет может стать ключевым видите за спиной у болельщиков Кузбасса название всех городов которые они представляют из Кемеровской области клюка очередной шедевр на подаче даже рука не поднимется бросать камни в огород принимающих потому что мощнейший конечно был выстрел Севажелес не принял в свою очередь герой Кемеровского коллектива а вот сейчас все в порядке первый темп мяч остается в игре клюка на камех тот на тройном блоке и даже на идеальном приеме забить не удалось даже с первого темпа ну и где эти пять очков спрашиваю себя и вас тоже счет равный 20-20 а клюк и не собирается покидать линию паут попал все-таки а на подаче появляется разыгравшийся Зайцев и очень неплохо на организованном блоке камеха будет атаковать есть смягчение первый темп и Красманович который как вы помните предыдущую партию заканчивал двумя мощнейшими атаками но разорвали оборонительную линию у сетки ту оборонительную линию в которой сетки располагается Зайцев под Рябинкин вполне себе уверенно вышел так девчонки положите на таку положите да Алексею чуть-чуть не повезло был близок к тому чтобы спасти свою команду Севажелес там есть подбор есть удар и есть ошибка 23-21 то есть один раз у под Рябинкина прошло второй раз не сумел справиться с нервами с техникой с мячом плюс два концовки партии у Кузбасса 23-21 Севажелес с премудростями на подаче немножечко заигрался ваути мяч ну и мы плавно подходим к сетболу в третьей партии в третьей партии Харсманович камехо безукоризненно безукоризненно камехо сегодня работает точностью машины Харсманович не знаю не знаю что тут смотреть конечно а ваут или не аут ну давайте попробуем ну что ж по заказу брейк выполнен а с вами ожидается то что стародавние времена называли баланс камехо продолжает подавать ведь логичная была передача на Зайцева сколько мячей он забил в этой партии и опять Зайцев на двойном блоке мяч ваути вроде бы отсюда мне так показалось но арбитр показывает что чиркнул а руки блокирующих он будет наверное просмотр прочно вошел в нашу жизнь вот этот нарисованный пальцами прямоугольник который означает волейбольный вар было касание блока или нет но в любом случае пауза пригодится сейчас и Зениту и Кузбассу но вот для Кузбасса конечно фатально может быть тот факт если упустят команда победу в этом сете но теперь ее добыть придется а у Зенита между тем просмотров нет ну вот смотрите было ли касание или нет я не возьмусь например говорить не моя это работа специально обученные очень квалифицированные люди этим занимаются пусть они вот так вот решили пусть так и будет клюху остановили еще одна попытка и что и повторный выстрел Егора Клюки приходится в блок 26-24 в третьей партии в пользу Кузбасса 2-1 все-таки но 2-1 в любом случае было бы 2-1 в пользу Кузбасса в данном случае фантастика удивительный мы с вами матч наблюдаем ни одной проходной партии и в двух из них за обычные границы сет выходит 26 очков набирает команда которая побеждает в этой партии самые красивые моменты а таких было немало что творил Зайцев возрождение Ивана случилось в этой партии на раз с болельщиками я думаю конечно во всеоружии хочется видеть и Зайцева и Полетаева и никаких комментариев не нужно да вот смотрите Клюка закрывает в одни руки закрывает Зайцева а потом вот так это все и закачивается от триумфа до трагедии буквально пол шага считанные сантиметры но я не думаю что Зенит так просто сдастся сейчас мы увидим настоящий бой в исполнении питерской команды да да у нас опять шоу аккордеонов и чтобы я вам об этом не рассказывал приходите на волейбол лучше сами тем более что еще один интереснейший день точно совершенно остался в атаке Зенит даже чуть лучше был на блоке равенства по эйсам тоже по ошибкам но вот пожалуй здесь хотя я все-таки вот примат первенства на подаче отдал бы кузбассу но это мое личное мнение эйсы не в полной мере показывают превосходство в этом элементе той или иной команды но мне показалось что в этой партии атака Зенита в какой-то мере немножко захромала из-за того что как раз подача у Кузбасса была поинтереснее я думаю что тренеры разъяснят ситуацию после матча расскажут что именно получилось а где их подопечные просили где напротив их ожидала удача но вот у меня такое ощущение оставили мяч в игре кемеровчане на тройном блоке Зайцев из первой зоны вот как он это делает чтобы загадка этого диагонального иногда совершенно не понимаешь как у него это получается здесь Подребинкин и тем не менее придется еще раз включать все таланты игрокам Зенита Подребинкин не рискнул атаковать и здесь тоже сброс Яковлев начинает и выигрывает Да, вот так вот Подребинкин своей подачей создает проблемы игрокам Кузбасса Кобзарь не успевает ну там невозможно было успеть это вне человеческих сил практически Надо площадку в порядок привести Чтобы не дай бог нога не поехала на влаге Акробатический Этюд в исполнении Маркина Кстати уже не первый в клоннице удалось ему от летящего мяча И на подачи Евгений Сиважелес Первый темп но там Обмачаев феноменально играет не просто принимает а доводит причем идеально доводит Камехо Зайцев страхует Маркин от блока Да конечно такие эпизоды дух команды очень сильно поднимают Но я бы хотел взирая на действительно отменную игру Маркина которую вы сейчас наблюдаете все таки Алексея обмачаев упомянуть потому что как он вытащил мяч плюс к тому не просто вытащил а сыграл так как будто где-то на пляже тихенько летел Подребинкин здорово Увел мяч от блока поставленного Корсмановичем и Маркиным Камехо не удалось зацепить линию при подаче Площадки мяч Корсманович Чейцем добывает пятый очко для своей команды Велика цена таким образом заработанного балла в этом матче конкретно на тройном блоке Клюка Зайцев спасает не будет атаки но будет нервная ситуация для Клюка снова и с очередной попытки старания достучаться такие до площадки на стороне соперника он делает это вовсе даже не так а тут получает желтую карточку кто Кобзарь с судей лучше не спорить смысла нет есть другие инструменты яковлев будет подавать спасут спасут конечно еще подребинкины решил проатаковать ну наверное это решение было не таким уж обоснованным хотя ведь если просто перебросил вполне был шанс на атаку в комфортных тепличных условиях для Кузбасса 6-4 плюс 2 небольшое преимущество на подаче Игоря Кобзаря и он нападает в Орела Камеха и кубинец не справляется подустал потому что феноменально играл в первых двух сетах Орел Камеха да нет просто подача очень хорошая и кто не устал все заряжены на борьбу 7-4 Кудребинкин Зайцев почувствовал уже кураж может быть сейчас он как раз ему и помешал имел право Иван рисковать потому что это был брейковый мяч и правильно дело что рисковал ну а тут же еще один оторваут и опять тот самый характерный звук я слышал пальцами попал по мячу будет будет просмотр касание блок будет просмотр на предмет касания блок но там сам удар был не очень качественный из-за того что сорвал его немножко на Зайцев знаете как бывает в теннисе в обут ракетке мяч попадает они в струны вот примерно такая же ситуация сразу теряет силу может улететь куда угодно касания блока не было еще один челлендж остался у Алексея Вербова ну а счет счет слегка подровнялся Бризар и Бризар в очередной раз демонстрирует свое умение на подаче плюс к тому он отличный связующий и вот здесь еще и то что команде нужно в данный момент он и продемонстрировал Маркин в очередной раз продемонстрировал уверенность в своем глазомере и искусство уклоняться от летящего ваут мяча это визитная карточка матча этого конкретного более красивый это у Александра получается сам тоже подает ваут такую паузу взяли команды по 8 Егор Клюка площадке мяч чуть не 2 яйца подряд через одну подачу ну вот у Зенита появилась подача и это вынуждает Алексея Вербова брать тайм-аут но что тут скажешь что тут скажешь это то ли так повезло то ли так сложилось то ли полетело естественно все это приправлено высочайшим мастерством завернет где опустится ну здесь все проще до сего железа остановили а что с зайцевым зайцева тоже подзакрыли снова сего желез где-то так и теперь же камеха оставляет егора клюху на линии подачи 10 8 плюс 2 когда такое было в этой партии в этом матче но раз что в первой партии да это там в концовке образовалось преимущество проблемы некоторые в атаке появились у кузбасса не сего желез не зайцев казалось бы сильнейшая линия да сейчас в атаке у кемерово а тем не менее в этой самой линии есть проблемы и снова сего желез справляется я просто сделал паузу потому что мне сверху отсюда никак в песне помните мне сверху видно все это так и знаю вот не все и где-то мяч приземлился в итоге я не сразу понял но приземлился на стороне зенита очень неприятна ситуация для маркин на хорош на задней линии тройной блок страховка работает бризар камехо но будет шанс на атаку и кузбасса его использует евгений сива желез сегодня я за мать жизни что ли у евгения просто феноменально играет ну и конечно поздравление ему по разным частям тела прилетают искренне абсолютно блисковато было надо сказать от чербакова будет ли просмотр да наверное нет ответ пашицкого первый темп красманович как нельзя кстати оказался на передней линии а почему при хорошем приеме не поднагрузить центрального его же вязчему удовольствию на одиночном блоке все четко все красиво и здесь первый темп но спасает ситуацию обмачаев тоже сегодня здорово играет попытались рискнуть волейболисты кузбасса закончилось все очередной удачей я ковлево и опять хорошая подача у подребинкина как говорил герой анекдота с крайнего севера не ту же тенденция однако зенит впереди тринадцать одиннадцать и снова подает подребинкин один из добыт и этого вполне достаточно чтобы считать результат хорошим этой сессии севажелес но по крайней мере на тройной блок вывел камэхо и камэхо с этим тройным блоком не справился маркин в полнейшем счастье пребывает но он того и заслуживает все-таки немножечко орел подустал такой вот отсюда ощущение могу ошибаться конечно площадки мяч севажелес опять включился чуть-чуть отошел в тени опять снова евгений севажелес главный герой да что-то просматривать ты нечего а вот тайм-аут вполне уместен такой ситуации постепенно начинают команды приближаться к концовке который обещает быть тот же интересный как и все что выхватывает но преимущество в общем небольшое пока конечно у кузбасса тут может быть психология дела но подребинкин обыграл и блок и обмачаева тоже сумел обвести своим ударом и счет равный по 14 камэхо идеально справляется о подаче и вот даже так убирает руки кобзарь но тем не менее к этому были готовы соперники а егор клюка сыграл не сильно но аккуратно помните еще одну цитату себе позволю буду бить аккуратно но сильно но в данном случае больше степени аккуратно чем сильно в ауте мяч по 15 то есть никакой трагедии никакого аврала пока что нет потихонечку приближаемся к концовке четвертого сета красманович уже подавал эйсы в этой партии на этот раз сетку раз на раз не приходится петер еще я могу сказать яковлев и у него были светлые моменты на подаче некоторую паузу взяли эти и другие без волейбола практически проходят последние розыгрыши но смысле без того чтобы мяч пустить в ход уже непосредственно после того как он был подан последнего боролись с его желез и обмочаем за мяч фашинский первым темпом здорово сыграл никаких вопросов быть не может отыгрался очень удачно с его желез от блока а мяч то в ауте и не коснулся никого маркин непростой ситуации оказался зенит на два очка вперед отрывается и специально егор клюка убирает руки смотрите как тонко прочувствовал ситуацию доигровщик сборной россии на подаче бризара проблемы у кузбасса здесь на одиночном блоке зайцев и имени кобзаря набраны очко в известной мере но и в центре сетки конечно нужно было отвлечь внимание того же фашинского выпрыгнул он и тем самым естественно не мог успеть никуда да нет здесь вряд ли вряд ли можно достать мяч с его желез при всем старании кстати вся скамейка кузбасса со своих мест сорвалась перепрыгнул евгений через ряды но слишком далеко мяч улетел 17-19 егор клюка подает плюс два по прежнему в пользу питерской команды четвертая партия кузбасс пока впереди обмочаев отличный прием ой 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 как тут все не задалось то ну и на блоке 20 очко набирает зенит там и пашинский комеха бил был и под репинкин вот они втроем участвовали в блока строительстве которое привело к крайне важному набранному очку некая несогласованность нестыковка о как обзоре с центральным возникло но если скорее всего будет повтор то только финальной стадии этого розыгрыша ваше это было до этого не просто все да но зенит близок тому чтобы ладно пока не буду посмотрим кто и к чему окажется близок но по крайней мере это одно из самых ощутимых преимуществ питерской команды на протяжении всего этого матча ну и плюс к тому на подаче Егор Клюка у которого эта подача в этом конкретном сете идет очень неплохо будет ли просмотр потому что вопрос то был и сам Милло по-моему его просит по запросу команды зенит со среди со среди со среди как процедура ведет просмотр игрового момента поле аут ключевой момент партии такая пауза возникла представляете сейчас давайте смотреть что мы сможем тут увидеть нет все таки аут все таки аут и тоже дело решили считанные сантиметры показывают волейболисты из зенита что даже на повторе не согласны даже при просмотре повторы не согласны они с арбитром но это уже детали потому что судья принял решение действительно там просветники был зелененькая было видно площадке мяч Михаил Щербаков до минимума сокращает разницу в счете 2019 не скажешь что очень сильно ну наверное да раз никто не сомневается то и нам наверно не стоит и снова щербаков но на этот раз все хорошо с прием первый темп лошадский на излете уже зацепил мяч стоп 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 ну и ответ тоже первый темп тут Петар Карсманович Он свою норму тоже выбивает, вне всякого сомнения. Что на подаче, что в атаке. Не отловил его Яковлев, хотя сам считает, что был близок на волосок к этому. Цепляет мяч в сетку, облегчая задачу принимающим. Ой, Егор Клюка стреляет, как из мортиры, как из системы залпового огня. Град. 20-22. Но надо где-то Кузбассу брейк искать. А «Зенит» вполне устроит и ситуацию, когда все мячи на подачу соперника команда возьмет. И сет тогда останется за «Зенитом». Пока же Сиважелец в блок-аут играет классический. Наставляя свою команду в игре. Сам же будет подавать. Ну, его хитрости сейчас бы очень пригодились к Кузбассу. Хотя бы затруднить прием сопернику. Чтобы дать шанс блокирующим, дать шанс защите. Может быть, получить доигровку в итоге. Клюка принимает. Первый темп. Некое смягчение было, но даже после этого смягчения мяч словно пуля летел. Яковлев. Камехо. Маркин из четвертой зоны. Тоже блок-аут. Качественная атака. 22-23. И Красманович на подаче. Первый темп. Ну, Яковлев бесподобен в последних двух розыгрышах. Просто бесподобен. Два сетбола будет у «Зенита». Подачи. Вот такие, с которыми очень легко справляются. Все-таки «Зенита», конечно, в этой ситуации позволяет себе даже такую роскошь, как первый темп. Площадки мяч. И все. И все. Четвертая партия заканчивается в пользу «Зенита». Нас с вами ожидает пятый решающий сет до 15 очков. Давайте еще раз посмотрим. Маркина закрыли. Бризар, кстати говоря. Вот не всегда так бывает. Бризар, как связующий, прикрывает, понятное дело, линейное направление. Фашистский диагональное. Фашистский диагональное. И вот так вот. 22-25 в этом сете. Пожалуй, что и шоу, которое мы видим на площадке, может быть, и поярче даже, чем лазерное. Хотя и оно бесподобно. И спасибо организаторам за то, что придумали такую вот потрясающую картинку. Давайте смотреть лучшие эпизоды. Вот такие ракурсы. Добрая улыбка Алексея Вербова. Прекрасная подача. Хотел сказать прекрасная, но, скорее, здесь упомянутая нами выше. Эквилибристика в исполнении Александра Маркина, уклоняющегося от мяча летящего вауна. Эйсов было достаточно. С блоками тоже все было в порядке в этой партии. Севажелец. Вот этот его подвиг, к сожалению, если судить по итогам, пропал в Туне. А это Маркин блокирует Камехуа. Кстати говоря, ни одной результативной скидки не было от связующих, я имею в виду. То есть связующие, по-моему, у нас сегодня ни одного очка не заработали. Не на блоке. Непосредственно, как сказать, в атаке, наверное, так. Апофеоз с матча нас с вами ожидает. Не будет он таким длинным, как в предыдущей партии. Будет он стремительным. Хотя, как знать. Хотя, как знать, всякое может быть. Любопытно будет узнать, за счет чего же Зениту удалось выиграть таки эту партию. И сравнять счет. Давайте смотреть. В атаке солидное преимущество, равно как и на блоке. По эйсам, может быть, чуть-чуть больше у Кемерова. Ну и определенная картина с ошибками. Вот такая вот ситуация. Ну а теперь до 15 очков. И одна из команд отправляется в финал, а другая будет сыграть в матчи за третье место. Тоже почетно, но вряд ли кто-то этого почета из находящихся на площадке по обе стороны сетки хочет. Конечно же, нет. Есть такая банальная фраза. Матч, достойный финала. Вот это как раз про эту встречу. Ну а с той стороны сетки мощнейшая московская «Динамо». Новосибирский локомотив, который вслед за этими командами выйдут на паркет волейбольной арены «Динамо». На улице Василисы Кожаной в Белях потрясающая новая, красивая и уютная одновременно арена. Ну а начинать выпала Егору Клюке на решающую партию. И начинает он блистательно. Смотрите, даже не пошел к товарищам, чтобы не сбить эти настройки, которые ему удалось найти. Насколько мелочи, даже такие тонкие важны в волейболе. Ну, впрочем, не совсем ему это помогло. Чем ответит Иван Зайцев. Подребинкин, ну, поставил свою команду без атаки. Фактически, Икор Сманович первый темп. И опять остается на линии Зайцев, опять будет подавать. Очень неплохо. Камехо в ауте мяч. Но было касание, как показывает арбитр. Будет ли просмотр? Нет, не надо. Не надо. Показывают вербовы волейболисты. Но они уж точно знают, коснулись они мяча или нет. Или все-таки будет? Касание блока не было, по мнению арбитров. А, то есть, я, видимо, реакцию Ивана Зайцева перепутал. То есть, не надо смотреть повтор, а касания не было. Вот так вот. Очень тяжелой ситуацией оказались волейболисты «Зенита». Но вот даже в ней на Пашистского среагировал блока, а атаковал под Рябинкин. Вот даже такой ребус. Смотрите, фактически без блока остался под Рябинкин. И несмотря на то, что из-за антенны пасовал. Антуан Брезар. Закрыли Сива Железа. 4-2, Зенит. Или все в порядке? Я просто отсюда не видел, куда же проскользнул мяч. Давайте смотреть. А, нет, все правильно. Сива Желез протолкнул мяч между руками блокирующих и сетки. 4-2. В пользу Кузбасса. И опять проблемы. Двойной блок. Подтаскивает там Сива Желез. Будет шанс у «Зенита» на атаку на одиночном блоке под Рябинкин. Доказал он. Обоснованность этой замены. Полезно очень играет. Площадки мяч. И тут же под Рябинкин с подачи добывает крайне важную для своей команды очко. И возвращает все на круги своя к самому началу. Мощнейший удар Ивана Зайцева. И даже столь мощный блок в исполнении Ивана Яковлева и Орела Камехо. Не помешал ему. Здорово попал по рукам. И траектория отскока была для Кузбасса очень удачной. Курсманович рискнул, но в угол площадки не попал. Ай-яй-яй. И вроде бы создалась ситуация, вернее ее создал Кобза для Зайцева, когда блокирующий только один. Но удар у Ивана не получился. И Зенит выходит вперед. Комбинация красиво была разыграна. В пустые ворота не попал, можно сказать, Иван Зайцев. От этого и моя досада. Потому что до этого все было очень красиво. Кобзарь в сетку. Яковлев отправляется на линию. Оставили мяч в игре. Питерцы Клюка и брейковый мяч у Зенита. 8-6. Команды меняются сторонами. А в укороченном сете даже такое преимущество может оказаться решающим. Ну, по крайней мере, существенным это точно. И это при том, что Яковлев не сказал, что сильно подавал. Но проблемы создал. Все-таки создал соперником тайм-аут. Алексей Вербов берет. Ну, есть куда потратить. Тем более, что такая трещинка небольшая пролегла. В волейболе, который демонстрирует Кузбасс, тяжело сейчас команде. В атаке прежде всего. И на приеме возникли проблемы. Отсюда и атака хромает. Ну, вот что с этим делать. Сейчас Алексею Вербову предстоит решить. Минута славы, милого подводника Петрова. Прием нужен. То, как раз, чем у Кузбасса на протяжении этих четырех партий. Ну, если возникали проблемы, их не может не быть. Но существенными они не были. И опять, смотрите. Снизу приходится к обзоре пасовать. Зайцев промахивается. Нет приема. То, где работали севажили с Маркин и Обмачаев. Сегодня очень хороший матч проводящий. Челленджа, насколько я понимаю, не будет. Уже плюс три. Многовато для укороченного сета. И опять в непростой ситуации. Кузбасс Кобзарь наносил удар. Пайп. Евгений Севажелес. Ну, а кто из тех, кто сегодня выходит на площадку в оранжевом форме, мог получить право на этот удар? Наверное, в Зайцев и Севажелес прежде всего они. Сама комбинация была хороша. Севажелес на чистой сетке атаковал фактически. Теперь нужна подача. Если она у Маркина, сейчас узнаем. Сетка не дала ответа на вопрос. Ну, и, соответственно, первый темп. И, соответственно, Пашицкий. Севажелес не успел вынести руки. Шансов не оставил. А вот она и концовка при разнице в три мяча. Очень и очень тревожная ситуация для Кузбасса. А еще Борезар на подаче. А еще Борезар на подаче. Нет, тут без вариантов. Егор Клюка. Ленинград! Точь дорогу! Ленинград! Точь дорогу! Точь дорогу! И он же подает. Там нужны шансы. Шансы на доигровку, но их пока у Кузбасса нет. Более того, Клюка 12-е очко зарабатывает. И плюс четыре. Будет ли тайм-аут у Вербова? Будет тайм-аут. Пошли вместе на мяч Евгений Севажелес и Александр Маркин. О пункте мы уже говорили о том, что прием в четыре руки, как правило, все-таки не игра на пианино. Поэтому, как правило, заканчивается неудачей. Полейщики команды Локомотив Новосибирс! Полейщики команды Тинаму Москва! Так, Клюк своей подачей может сделать сет. Это он уже для этого произвел достаточно. Если еще сейчас еще добавят, то и слов никаких не останется. Первый темп не сработал. Карсманович не забил. Подребинкин. Ну вот так вот, да, незаметный герой вышел вместо Полетаева. Очень многое через него решалось и в этом матче, и в этом сете. Свою работу сделал исправно, так могу сказать. Надежно, спокойно, уверенно. Замена вместо игрока под номером 9 Ивана Зайцева. На площадку вышел игрок под номером 13 Богдан Глевенко. Ну не знаю, что это даст. Второй диагональный. Кузбасса. Ну и разумеется, разочарование у Ивана Зайцева на лице. Такая усталая обреченность. 8.13. Можно ли спасти? И снова эквилибристически уклонился Александр Маркин от летящего мяча. А, я прошу прощения, конечно, здесь да, травма, приводящая мышцы. Скорее всего, судя по пакету льда, которая на бедре, на внутренней стороне бедра у Ивана Зайцева. Ну а здесь Камеха на одиночном блоке, причем блок этот состоит из Игоря Кобзаря, что облегчает задачу. 9.14. На подаче Пашинского и в шаге Зенит от, по крайней мере, серебряных медалей чемпионата России. От финала точно. Евгений Сиважелез. Вот уж к кому нет никаких претензий, так это к нему. Но еще четыре матчбола у питерской команды на подаче как раз Сиважелеза. Вот уж не по-завидуешь ему. Как подавать? Рисковать. Напротив надежность сделать главным ключом. Есть шанс на доигровку. Нет, мяч не попадает в площадку. Один матчбола отыграли. Там еще, наверное, есть тайм-ауты. Один из которых использует Томас Саммелво. Дорогие друзья, ну что касается наших уникальных мячей, все-таки... 14.11. Еще три нужно отыграть. Ну, наверное, в волейболе такая ситуация считается практически безвыходной. И нам с вами предстоит проверить, насколько это так в данном случае. Возможно ли чудо в этой ситуации? Нет, при том, что Кузбасс-то очень уверенно выглядел по ходу матча. За уникальный подарок по праву двое. Держи. На этот раз на силу. Камехо. И все. Севажелец сделал все для того, чтобы остановить этот мяч. Но удар кубинца был настолько мощным, что... Совершил этот блистательный матч. Который украсил и полуфинальную стадию, думаю, что и весь финал шести, который сейчас проходит в Москве. И... Зенит выигрывает 3-2. Хотя по ходу матча уступал со счетом 1-2. Но сумел все-таки в четвертой партии вернуться в игру. Добраться до тайбрейка. И этот тайбрейк выиграть. Ну что ж, браво. И мы аплодируем игрокам и тренерам Кузбасса Алексею Вербову, Евгению Севажелезу и многим другим. Они сегодня сделали все, что могли. И может быть на уровне везения или нет. А, кстати, Вербов об этом говорил. Говорил о везении. Сегодня оно вряд ли было на стороне кемеровчан. Но это не значит, что они были слабее. Нет, они были под стать своему сопернику и показали абсолютно равный волейбол. А где-то даже и более интересный. Ну вот, собственно, и все, о чем мы хотели вам рассказать. Еще вас ожидает второй полуфинал Динамо Локомотив Новосибирска. То есть хозяева арены будут играть с новосибирским локомотивом. Ну и еще финалы. Матч за третье место. Все самое интересное на телеканале Старт. А на этом я, Алексей Осин, с вами прощаюсь. Благодарю коллег за прекрасную работу. Вас за внимание. Удачи и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok